Десять лет в живом журнале и еще больше в интернет-пространстве. Нек блогера Татьяны «La Chevre Fur» с французского переводится как «жимлость». На бульварах у Воронежских озер, где женщины бывают каждый день, нет не только клумб, но даже элементарного порядка. Когда волонтеры собрали мусор, Татьяна не сдержалась и отписалась в виртуальном пространстве. Получился целый фоторепортаж. А это были какие-то робин-гуды буквально, которые тихо сделали и постфактум уже известили о своей деятельности. Мне это очень понравилось, потому что на самом деле, если жители не будут этого делать сами, то, наверное, администрация одна не справится. В июле пост Татьяны о людях хороших и разных попал в обзор блогов на канале Терра РЕН-ТВ, а позже был признан лучшей блога новостью месяца. 139 голосов – явный отрыв от конкурентов. Терра награждала победителя вместе со спонсором проекта – электронным дискаунтером «Ситилинк». Татьяна, мы вас поздравляем. Ваш пост о людях хороших и разных признан лучшей новостью за июль в обзоре блога «Сфера» на телеканале Терра РЕН-ТВ. Вот ваш приз. Пожалуйста, получайте. 15 тысяч рублей в виде подарочного сертификата Татьяна потратит на новый ноутбук для супруга. Он в эти дни празднует юбилей. Тем временем Терра будет и дальше следить за высказываниями в живом журнале. Это очень интересно, это очень важно, это нужно делать. Ведь кроме тех людей, которые это могут прочитать в интернете, есть же и те люди, которые не бывают в интернете. Ну всего разных причин. Самарская благосфера – это серьезно? Это очень серьезно. Почищенный бульвар у Воронежских озер спустя полтора месяца после акции волонтеров вновь приобрел неопрятный вид. Татьяна готовит новый пост. Терра же продолжает конкурс на лучшую новость месяца. Его участником может стать любой совершеннолетний блогер, опубликовавший сообщения в живом журнале.